здравствуйте мои дорогие январь зима я нахожусь на борту лодки да да на борту финского пропуканного старого пластика который притащили из астрахани я надеюсь вы помните это видео как я летал в астрахань смотрел его дальше как мы разбирали здесь каюту часа вам покажу как проходила осень как восстанавливалась каюта и что мы делаем сейчас смотрите оставайтесь с нами осень не была скучной приступили к работам по мотору чтобы к сезону он был в порядке заменили помпу и другие запчасти которые необходимо было заменить вот частности килечек потому что он был не прикручены из-за этого его размолотила поэтому был заказан естественно новый далее были восстановительные работы по внутрянке посмотрите все ободрано до пластика удалена это астраханская клеенка затем началась работа по выбору материала для отделки каюты сразу скажу что это нелегкая задача потому что специализированных контор по такому материалу у нас нет ну или по крайней мере мы не нашли поэтому пришлось обращаться в автомобильные фирмы которые занимаются такими вещами ну и надо отдать должное безусловно жене нашего капитана которая своими руками шаг за шагом познавала этот мир отделки и в общем то она фактически сделала носовую каюту в лодке fin sport cruiser 650 респект ей огромный так ну а это вот помните какая была ужасная каюта а теперь вот все обшито все сделано вот перфорированной кожей осталось вот завершить обрамление люка а вот таким материал должен был быть в идеале но вот у меня вот такого цвета прям такой приятный ну а так на ощупь все такое мягкое теперь получилось как говорить наш кэп как в больнице так что вот такие у нас пока пироги ну коротенько вам расскажу чем мы тут занимаемся чтоб не думали что в носу ковыряем вот на самом деле работа движется сейчас вам покажу как тут вообще все происходит накладку эти смотри сейчас обсуждаем куда управление трансовыми плитами воткнуть вот я предлагаю сюда потому что вот эта клавиша она так вот именно управляется вот чтобы вы не думали что мы здесь бездельничаем вот повесили телевизорик между прочим с возможностью так сказать движение то есть в каюте пока у нас бордельера но уже смотреть можно видите как получилось вот как раз обсуждаем фантограф на это на стекло а то вот эти старенькие моторчики как-то нас не впечатляют вот пользовался своим водномоторным фонарем не перестаю его рекламировать тяжелое дело дал планирование панели приборов чтоб удобно все было вроде как пришел как машину до покупаешь что там пришел все есть и ты привыкаешь панели а тут как-то надо вот самому дышу рупить как круче все это сделать чтоб удобного вот такой вот у нас бордельера вот приводится в порядок вся электрика все перебирается новые колодки провода предохранители плюсовые минусовые это я вам уже показал ну здесь понятное дело вот кстати опробовали плиту но вот это спиртовая пока честно говоря не очень впечатлил очень воняет и как-то что-то она прям коптит вот все приборы все эти кастрюли вот черное все такое как-то не очень впечатлились вот кстати вот этот спирт на котором она работает в билтами купили литрушку попробовать не знаю как то вот меня впечатлила вот газовая с которой я хожу у меня такая есть только однокомфорочные джоба вот это шведская контора ну чё то не знаю как то вот вот отсюда горит вот так закрываешь чтобы не горела не знаю так но здесь у нас вообще дурдом потребители сегодня писали что у нас будет телек я вам уже показал холодильник вот здесь будет тут разобрали приборку сейчас вот как раз думаем над усовершенствованы усовершенствованием ее приобретена новая панель приборов архимодная такая вот сюда и вообще супер просто пушка то что надо инструменты вот тренируемся по поводу врезать карплотер или не врезать карплотер черная белая черная ну черная белая черная черная белая ну манерно конечно такое далматинец ну вот поглядели как всегда спасибо что смотрите оставайтесь на канале мэтт-доктор швартуйтесь к чату причал до новых встреч пока мэтт-доктор швартуйтесь к чату мэтт-доктор швартуйтесь к чату мэтт-доктор швартуйтесь к чату мэтт-доктор швартуйтесь к чату мэтт-доктор швартуйтесь к чату